Любая повестка, политическая повестка переживает в своем развитии, в своем развертывании, в своем жизни очень простую эволюцию. От новизны, востребованности, своевременности, уместности и логичности к обыденности, а потом к абсурду. Когда мы говорим о том, что политика это изменение общественных отношений, что это конкуренция, коллизия повесток, мы именно это имеем в виду, в частности это. Ребята, повестки не может быть одной на все времена, какой бы она ни была. Будь она повесткой реагирования, когда вы просто реагируете на то, что происходит, там взорвалось, там бахнуло, там бабахнуло, там что-то обвалилось, там что-то разрушилось. И заканчивая проактивно, когда вы формируете реальность, она не может быть постоянной. Повестка должна эволюционировать. Должны возникать какие-то новые цели, какие-то новые задачи, какие-то новые инструменты, какие-то новые параметры, какие-то новые предложения. Новые идеи, главное, главное, главная их проблема это безидейность. Получается, что для них еще, вот что интересно, для них избирательная кампания окончилась. Более того, у меня такое ощущение, что у этих ребят до сих пор на календаре 11 июля. Так еще и дело. Помните, день сурка? Да. У них каждый день это 11 июля, потому что главный аргумент, который они в конечном итоге, знаете, такой аргумент, аргумент мистера Кольта, который уравнял всех в правах. Когда они не находят ответ на какой-нибудь неудобный вопрос, то они отвечают так. 11 июля за нас проголосовали граждане. Все, точка. Народ. Народ, да. Все, точка. И когда ты открываешь что-то слышно, господи, подожди, подожди, так что, 11 июля не закончилось? Ну да, проголосовали, да, 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 да. Но что, на этом жизнь закончилась? Вы знаете, каждый день, каждый день жизнь продолжается, что-то происходит. Ребята, а у вас не закончилось 11 июля. Ребята, а у вас не закончилось?